Маленькая Евдокия Мача Маленькая Евдокия становится звездой линейки. Еще несколько минут и она будет давать первый школьный звонок для 66 своих будущих коллег-первоклассников. Ночь не спала, готовилась. Теперь важно ничего не забыть. Я вчера очень нервничала, мы собирали одежду, я вся тряслась. Я думала, когда буду говорить стихи, я ошибусь на каком-то слове. За спиной у Евдокии группа поддержки. Девочка то и дело ищет глазами маму. Лучшая подруга сегодня вспоминает, как сама 23 года назад дрожала на первой линейке. Это был 96-й год, я шла с большими бантами белыми. Это было очень волнительно, но все равно мы еще как-то не так волновались на это, как в нашей родителе. И вот час Х настал. Приглашенные гости выходят на стадион. Волнение в сторону, пора выступать. Евдокия гордо и уверенно шагает на сцену. И стихи отлетают от зубов. Мы запомним навсегда. Этот день прекрасный. Первой школы лучше нет. Здравствуй, школа, здравствуй. Ребята срывают овации, а значит дальше все должно пройти безупречно. В ходу тот самый золотой колокольчик. Звонок звенит для 625 учеников. Круг почета сделан, пора в класс. У Евдокии пара серьезная. Главное крепко держать губернатора за руку. Как, класс нравится? Красивый. Красивый? А с кем учиться будешь, знаешь уже? Да. А кто учитель мой первый? Та самая первая учительница уже заждалась. Встречает ребят на пороге класса. Дмитрий Миронов, как истинный джентльмен, провожает спутницу до места и делится первыми впечатлениями. Я сегодня необычно рад именно здесь, в вашей школе, школе номер один, школа с большой историей. В этом году ваша школа отметит 100 лет. И за это время из стен этой школы выпустилось тысячи юношей и девушек, которые пришли трудиться в Ярославскую область. А трудиться ребят научат в родной школе. Здесь и цветник, и огород, и дизайнерские решения по благоустройству. Прямо с грядок. Свежие овощи на столе у школьников. Капуста какая? Да, капуста неплохая. Они символизируют у нас и жизнь октября в школе, в гостях у сказки. Любимый причал. Это школа, куда возвращаются наши выпускники. Для того, чтобы содержать такую плантацию, на День знаний школе-юбиляру подарили два мотоблока. А значит, урожай будет еще лучше, чем уже вовсю хвастаются учителя в селе Великое. Школа в прошлом году отметила 190-летие. От инвесторов подарок получили 9 миллионов рублей. Уже нашли, куда потратить. Несмотря на праздник, на День знаний работы в Великотельской средней школе не прекращаются. Здесь готовят большой подарок для учеников и учителей. Вместо старой угольной котельной, которая простояла здесь больше века, появится новая на газу. Сейчас рабочие устанавливают основание для дымовой трубы. Старая котельная, значит, я думаю, что мы ее, скорее всего, законсервируем. Это совершенно новая котельная, совершенно другой уровень современной экономии, и новейшие технологии. Тем временем подсчитывает сбережения родной школы с точностью до копейки. Уже может Егор Карелин. У выпускника грандиозные планы. Возможно, финансист, экономист, вот что-то вот такое вот. Ну, а перед этим, конечно же, сдать экзамены, получить золотую медаль. И таких амбициозных ребят в классе еще трое. Все, по словам педагога, идут на золотую медаль. Это ровно половина из всего выпуска. А значит, год для учителя будет самым незабываемым. Хотелось бы буквально запомнить каждую минуту жизни вместе с этим классом. Потому что этим классом я очень дорожу, я их очень люблю. Надеюсь, что это любовь взаимная. Любовь рождается в камерности местных классов. Выпускается 8 человек, а зачисляется в первокласске всего 18. Но для села главное не количество, а качество. В этом году Великосельская школа получила президентский грант в полтора миллиона рублей на поддержку науки и образования. А значит, впереди у ребят еще много интересных открытий. А это первые минуты праздника в 49-й школе Ярославля. Они сопровождались не только музыкой, но и всхлипываниями. Несколько первоклассниц не сдержали эмоций. Компанию расчувствовавшимся составили родители. Волновались и те, кто не первый раз отдавал детей в школу. Второй раз. А почему переживаете тогда? Как будто первый раз переживали. А еще какие эмоции испытываете? Ну, радость. Пока на импровизированной сцене плясали школьники, постарше малыши успокоились и задумались об учебе. Что ты хочешь изучать больше всего? Ну, математика, английский язык, русский. На какие оценки планируешь учиться? На пятерки. И только? Обещаешь? Да. Поздравляли с Днем Знаний и песнями, и танцами, и стихами. К пожеланиям присоединился и председатель областного правительства. Я хочу пожелать педагогам и родителям мудрости, терпения, гордости за своих воспитанникам. Мученикам, конечно, отличных отметок, хорошего настроения, дружного коллектива. Мы еще так мало знаем, но учиться мы хотим. На урок не обладаем, без причины не простим. К слову об уроках. Как только раздался звон колокольчика, дети отправились в школу. Первый учебный день ребята провели в Кабинете истории. Для десятиклассников прошел урок победы. Тема – Великая Отечественная война. Формат интерактивный. Отрывки из кинофильмов о войне и их обсуждения произвели огромное впечатление на школьников. Мы сегодня попробовали поговорить с ветераном тыла и сформулировать вопросы, на которые ребятам интересно. Было получить ответы. И вот эта информация, которую мы получили по скайпу, эта беседа, она тронула ребят. И им захотелось найти и своих родственников. И это тоже дорогого стоит. Урок победы прошел в преддверии 75-летнего юбилея окончания Великой Отечественной войны. И это только начало. 2020 год указом президента объявлен годом памяти и славы. Поэтому знаменательная дата еще не раз станет главной темой школьных занятий. А мы рисуем солнышко. Первый Ярославский для нас – это солнечная программа, которая ассоциируется с праздником. Ну а первый Ярославский в День знаний тоже не остался в стороне. На Даманском острове главный областной устроил для всех семейный праздник. Песни, танцы, игры и конкурсы, выступления творческих коллективов и мастер-классы, розыгрыши, подарков. Весь праздник на площадке работала открытая студия телеканала. Среди гостей – директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода, учитель года и, конечно же, первоклассники. Страшно ли идти первый раз в первый класс? Скучают ли учителя по ученикам и сложно ли написать ЕГЭ на 100 баллов? Об этом расскажем и покажем. Телеверсию Большого праздника смотрите 7 сентября в 10.30 на Первом Ярославском. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова